Всем привет, а сегодня мы продолжаем знакомиться с самыми интересными зверьми в мире гитаризма И сегодня у меня в руках педаль от компании Musa FD500 Фишка этой педали в том, что это цифровая педаль И эта цифровая педаль создана, чтобы эмулировать аж целых 15 видов Distortion, Overdrive и FUS Таких фирм, как Ibanez, Boss, TC Electronics и даже мои любимые Electroharmonics, ну и Marshall Так вот, дело даже не в том, что здесь аж 15 готовых пресетов Можно создавать и свои пресеты И помимо этого, каждый из пресетов, уже установленных, да, который мы можем выбирать с помощью переключателя Мы можем регулировать под себя с помощью трех переключалок, которые имеют два контра То есть Volume Gain, высокий и низкий и параметрическая середина, как я понимаю Также здесь есть еще 6 кнопок, которые включают те или иные режимы Основная, соответственно, футсвич-переключатель, которая на всех цифровых стоит в таком исполнении Педаль сделана из пластика, из твердого пластика, грубого такого Соответственно, у нас железные входа-выхода Есть резиновые подставки, чтобы она не скользила, довольно качественно плотные Можно питать от батарейки низ железный, так что все, в принципе, неплохо Но я хотел бы акцентироваться на цене этой педали Потому что неделю назад я заказал себе блок питания за 1500 рублей Так вот, эта педаль идет в комплекте со своим вот таким вот стандартным блоком питания на 9 Вт и 300 мА Что, в принципе, хватает для среднего педалборда Так вот, эта педаль в комплекте с этим блоком питания стоит 2000 рублей То есть можно было просто не покупать блок питания, а купить в комплекте еще и педали Ну что ж, давайте посмотрим, на что она способна, как она все это делает, эмулирует И реально ли это все заменить цифровым комбайном 15 в одном все известные педальки от других компаний Давайте пробежимся по всем пресетам, начнем с чистого звука бриджевый датчик Что первое хочется отметить, это как исследовалась тишина, никакого фона вообще нет Более того, он как бы оснащен своим шамадалом Сначала идет легкий-легкий призвук, несмотря на большой уровень гейна Вот он И потом он медленно-медленно превращается в полную тишину за несколько секунд Ну, тембр, в принципе, что-то вроде как Такой, немного металловый Идем дальше Ну, это, в принципе, то же самое, только чуть поменьше высоких Более металловый такой звук Добавили плотности Пятый режим Black metal Шестой режим Больше гейна Есть шум моря Волна такая после квинты Прикольно Так, а что тут можно, я не знаю, в нем сыграть? Добавили плотности Мне кажется, что-то такое же было Ну, давайте сыграем, типа, более глухой такое Кстати, небольшая реклама вышла русский фильм про зомби Под названием Z И там этот саундрак используется Вчера смотрел Ну, можем посмотреть Идем дальше О, вот здесь вот надо было это играть как раз-таки Еще более глухой Глухой Добавили плотности Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Скажут, что в Spring не могу сыграть Так, и последний режим Ну такой пресноватый уже ДимаTorzok Ну и финальный режим Продолгает нам Настроить свой пресет с помощью регуляторов Переключателей, кнопки Чего мы, конечно, делать не будем Итак, мои личные впечатления После знакомства с данной педалью Ну, во-первых, я хочу отметить то, что мы Не касались регулировок, поэтому я уверен Что каждый из установленных пресетов Мы могли бы еще компенсировать По частотам, по тону И сделать еще более приятно Просто в условиях выпуска Это бы сделал его слишком длинным И неусвояемым Но При этом Полысить общий уровень звучания Педали Вряд ли бы получилось Что касается эмуляции гитарных педалей Таких как Босс, Электрохармонис и других В принципе, данная педаль позволяет добиться Тембрально похожих звуков И это отличное решение для ребят У которых дома стоит домашний Небольшой комбоусилитель Но не устраивает его внутренний перегруз Это очень популярная ходовая ситуация И для вот таких ребят Это будет незаменимым решением И отличной идеей, безусловно Потому что Да Точная эмуляция аналоговых педалей За несколько тысяч рублей в цифровых устройствах Невозможно Невозможно это и на самых дорогих устройствах Там буквально на флагмановских цифровых Процессорах за 150 и более тысяч рублей Они делают звук очень похожим Ни в коем случае не хуже Не менее качественным И даже лучше звучащим в миксе во многих случаях Но другим Просто цифровой звук Он все-таки немного другой Тембральный, да Даже при всем том же звучании Не будем сейчас об этом говорить Но что касается За данную цену Я думаю, что вверх идеи Был как раз в том, чтобы эмулировать Звучание различных тонов Для ребят, которые приходят домой И они еще не знают Что они сегодня будут играть Какую песню они сегодня захотят Выучить Будет это какой-то экстремальный Deathcore или же Grandcore Я не знаю Будет это классический Black Sabbath Или же Black Metal В любом случае Им хотелось бы просто поиграть в данном стиле Посмотреть, что получится И эта педаль в принципе справляется с этими задачами Это маленький комбайн Который позволяет играть в любых стилях музыки Чуть-чуть подкорректировав это на определенном уровне С своими регулировками Что касается исполнения Здесь все довольно качественно Надежно В принципе педаль можно носить Как и в концертном варианте Но, конечно, профессионалы бы Эту педаль использовать не стали Почему? Дело даже не в цене Нет Я точно могу вам сказать Что у меня было много процессоров В бюджетном ценовом диапазоне И процессоры, купленные с Avita за 5000 рублей Или же в магазине за 8-10 тысяч рублей Они не сильно лучше Если вообще не лучше Эмалируют те же самые перегрузы Поэтому Если же вам нужно Вам не нужна куча эффектов Вам необходимо лишь иметь Какой-то тип перегруза И при этом еще и дилей То вполне себе разумно купить Подобный мини-комбайн перегрузов И такой же мини-комбайн эффектов Благо их сейчас очень много развелось В корпусе одной педали И это заменит вам процессор в какой-то степени Ну, для дома так уж точно Но что я бы хотел отметить То, что дешевые цифровые устройства Зачастую подъедают звук Как это и случилось с музой FD500 Все-таки, конечно, в студийных условиях С очень дорогими усилителями С очень дорогими гитарами Где хотят вывести максимум звука С минимумом искажений Тут, конечно, такие вещи не используются И это никакой не секрет И это ничего такого в Америке я вам не открыл Поэтому я все-таки считаю, что педаль очень удачная Педаль за бешеную просто ценник И вещь классная для начинающих ребят Которые просто хотят Да и просто иметь такую вещь дома Чтобы поиграть в каких-либо различных стилях Да, требовать от нее бешеного не стоит Но приятные тендеры получить можно А это максимум Что мне бы хотелось от нее в начале выпуска Итак, всем спасибо за внимание Ставьте лайки Пишите комментарии Чтобы думать по поводу подобных устройств Нужны они или не нужны И, соответственно, подписывайтесь на канал Ставьте колокольчик Ссылку на педаль я обязательно помещу в описании Там можно будет ознакомиться с подробными характеристиками ее Ну и все Всем пока, до новых видео Субтитры сделал DimaTorzok